Всю прошлую неделю проходили обыски у ваших коллег. На прошлой же неделе стало известно об уголовном деле, причем в уголовном деле довольно креативном по состоянию на наши дни. Это не дискредитация армии, это не терроризм и экстремизм, а это ни много ни мало контрабанда ценностей, покушение на контрабанду культурных ценностей. Следствие считает, что вы со своим коллегой, который, к сожалению, сейчас находится в России, и мы не очень понимаем, где я про Александра Чернышева, считает, что вы пытались вывести какие-то секретные документы. Что думаете по поводу такого предположения следствия? Значит, давайте разбираться. Мы 10 марта этого года хотели вывести из города Пермь в город Москва, хотели вывести несколько коробок с архивом Пермского мемориала. Пермский мемориал – это общественная организация, которая существовала более 30 лет и которая была годом ранее, то есть в апреле 1922 года, принудительно ликвидирована российскими властями. Причем ликвидация Пермского мемориала произошла без суда и без следствия. То есть российские власти просто выключили, исключили из рейстра юридических лиц нашу организацию, то есть оно ее исключило. Тем самым, как вы сами понимаете, власть таким образом демонстративно показала, что такой организации Пермский мемориал, она не носит никакой общественной, культурной и прочей значимости и ценности. Понятно, да? Соответственно, у каждой организации, как вы понимаете, после ликвидации есть определенное делопроизводство, есть определенный пакет документов, он достаточно большой. Ну, то есть это приказы по организации, это протоколы собраний, это официальная переписка с властями, с подрядчиками, это договоры, это заявки на гранты, это отчеты по этим грантам. Понимаете, да? Заявление о вступлении в организацию, коммуникация внутри организации. Ну, вот это такое административное делопроизводство. Так вот, речь идет об архиве мемориала именно в этом ключе. У архива мемориала не было никаких там архивных документов, например, 30-х, 50-х годов. Ну, например, там карточек репрессированных или карточек архивно-следственных дел на политзаключенных, ну и так далее. То есть все эти документы как раз хранятся в государственных архивах. У нас этих документов нет. У нас нет никаких реалитетов. У нас нет, и в этом архиве не содержалось, я не знаю, я тут немножко иронизирую, конечно, нет, например, оригинала литературных произведений типа «Булгаковского мастера и Маргариты». Нет этого ничего. То есть речь идет только о бумагах, которые содержат информацию о делопроизводстве вот этой вот самой ликвидированной организации, ликвидированной властями. Для чего мы ее перевозили из Перми в Москву? Потому что нужно было провести ее как хотя бы какую-то нормальную оценку, профессиональную оценку. Нужно было бы понять, что из этих документов представляет какую-то ценность с точки зрения истории мемориальского движения, а что, собственно говоря, ну, простите, ну, является макулатурой. Да, ну, то есть можно просто сдать, потому что это двойные экземпляры, которые уже есть в сохранности, то есть они уже сохранены. То есть речь шла именно об этой части. Как вы сами понимаете из моего рассказа, ничего криминального в самом факте того, что мы собираемся обработать архив, опять же, повторюсь, ликвидированный властями организации, да, провести его систематизацию, провести некоторый отбор, ничего криминального в этих действиях нет. Нет в этих действиях ничего. Что касается Александра Чернышева, он, да, конечно, много лет работал в Пермском мемориале, был научным сотрудником нашей организации, но с момента ликвидации организации он стал руководителем другого юридического лица, Центра исторической памяти. Прямого отношения к отправке этого архива он не имел, поэтому, когда начались задержания еще 11-13 марта этого года, начались задержания и обыски в квартирах мемориальцев, я уже понял, что затевается какое-то серьезное дело. Я понял, что наш архив конфискован, я понял, что за нами следят, за нами следили, искали повод для того, чтобы придраться к мемориальцам. Вот, и я понял, что, в общем, затевается такое достаточно большое дело. Я думал, что, прежде всего, фигурантом этого дела буду только я. Почему только я? Тоже надо объяснить. Дело в том, что, согласно нашему российскому законодательству, если ликвидируется какая-то организация, неважно, общественная организация, государственное учреждение, какое-то там, не знаю, муниципальное образование, да, если оно ликвидируется, то вот весь этот пакет документов, да, связанных с делопроизводством этого учреждения, организации, да, он должен поступить на государственное хранение, государственный архив. Кто несет ответственность за это? За это несет ответственность, тут два варианта. Первый – это так называемый ликвидатор организации. То есть, если цивилизованная организация закрывается, что чаще всего и должно происходить, ну, то есть, принимается решение о закрытии организации, да, и назначается ликвидационная комиссия, ликвидатор. Так вот, главный ликвидатор, он является, как бы, несет ответственность за то, что после того, как завершился процесс ликвидации, весь этот пакет документов был передан на государственное хранение. Чувствуйте логику, да? Если государство само ликвидирует организацию, как в случае с Пермским мемориалом, просто вот вычеркивает юрлист и так далее, то является ответственным, является должностное лицо, которое до процесса ликвидации возглавляло организацию. То есть, в данном случае Пермский мемориал возглавлял я, соответственно, вся ответственность за весь этот пакет документов лежит на мне и только на мне. Вот почему я и говорю о том, что главным фигурантом этого дела, если оно сейчас вот начнется, по идее говоря, должен быть только я, только я один. То есть, не кто-то другой. Мы видим, что с вами не согласны, кажется, следственные органы, потому что Александр был задержан. И тут, наверное, нужно зрителям поподробнее рассказать, в какой момент... При каких обстоятельствах. И главное, есть ли понимание, где он сейчас? Да, мы потихонечку раскручиваем это. Значит, 5 мая он должен был вылететь в Стамбул. Он прилетел в аэропорт Шереметьево. То есть, все нормально. С документами мемориала в Стамбул? Нет, 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 нет. Все, там никаких документов. Сам груз с этим архивом, он уже был конфискован к этому моменту, понимаете? То есть, он уже находился у следственных органов. Нет. А конфискован он был в офисе мемориала, да, или где? Он, мы... Там волонтер, по моей личной просьбе, сдал эти коробки для того, чтобы перевезти их в Москву. Он сдал их обычной транспортной компанией, которая перевозит грузы. Вот и все. И, видимо, в момент сдачи он спокойно получил квитанцию, волонтер, да, мне прислал фотографию, что вот, Роберт, я все сдал, все в порядке, никаких проблем, никто никаких нареканий не вызвал. Все нормально. А на следующий день вот начались у них обыски и прочее, прочее. В том числе обыски прошли в квартире Александра, в том числе обыски прошли в бывшем офисе мемориала. Там изымалась техника, изымались телефоны у людей, изымалась литература, какие-то документы, передвижные выставки мемориала, которые хранились. Ну, организация закрылась, понимаете? А у нас остались, как бы, результаты, продукты нашей деятельности, инструментарии, да, с помощью которых мы занимались историческим просвещением. Все это изымалось, все это вывозилось. Ну, и мы, в общем-то, сигнализировали Александру, что происходит какая-то, Александру Чернышеву о том, что происходит какая-то в Ваканале, и мы его тоже спрашивали, давал ли он какие-то расписки, например, расписку о неразглашении? Нет, говорит, не давал. Давал ли он расписку о том, что он не может выехать из России? Нет, не давал. Дали ли ему какую-то повестку для допросов? Нет, ничего. То есть он свободный человек. То есть с ним провели оперативно-следственные мероприятия, и, в принципе, он мог выехать. К сожалению, он решился выехать только вот 5 мая. 5 мая. И 5 мая в аэропорту Шереметьево, когда он уже прошел паспортный контроль, по идее говоря, он даже уже пересек российскую границу. Когда вы переходите паспортный контроль, вы уже выходите за пределы Российской Федерации. Его сняли уже с самолета. То есть он зашел в самолет, сел, и сотрудники полиции его сняли уже с самолета. Чем они аргументировали? Вот я просто представляю, сижу я в самолете, хочу улететь в Стамбул. Ко мне подходит сотрудник полиции, говорит, я вас задерживаю. А я его спрашиваю, почему? А он? Я не знаю, что там ему говорили, почему он так... Ну, нет, ну, понятно, что он не сопротивлялся бы, конечно. Конечно, но дальше история... Ну, то есть его каким-то образом, в общем, его уговорили, может быть, проверка документов или что-то не то, давайте разберемся. Ну, можно ведь уговорить по любому человеку, тем более, если человек, люди в форме, да еще и там, не знаю, с автоматами, например. Попробуй поспорить. Его доставили в отделение полиции, линейный отдел полиции аэропорта Шереметьево и продержали там в течение то ли шести, то ли семи часов. В это время состоялся суд, на который его потом привели. Видимо, ждали, когда придут оперативники из Перми, я не знаю зачем, но состоялся суд о том, что он якобы в час дня, то есть это все его сняли с самолета, то есть примерно в 8 утра с самолета, да, а якобы в час дня, когда он находился в отделе полиции, он якобы в зале ожидания пассажиров, вел себя безобразно, громко ругался, никаким образом не реагировал на замечания людей. Надо еще иметь в виду, что Саша Чернышев – это тишайший человек. То есть я ни разу бранного слова от него не видел. Он очень религиозный, он очень тихий человек, он даже, это я сейчас громко с вами говорю, а он не умеет так разговаривать, он говорит очень тихо. То есть это очень, как сказать, такой, но человек, который очень сложно... Мы когда прочитали, в чем его обвиняли, да, ну мы... Ну никто не мог сдержать смеха, ну потому что это невозможно себе представить в этот человек. Но тем не менее его обвинили, суд состоялся прямо там же, в Москве, и ему дали 15 суток ареста. Понятно, что это... Не понимаю, как, а у него был адвокат, был защитник, если он в это время находился в отделении полиции, как его могли в этом обвинить и приговорить? Да, адвокат был, все уведомления адвоката, которые он там представил, о том, что он прямо не мог быть в зале заседания, вновь был свидетель, и свидетелей, оказывается, нет, хотя они успели дать показания. Он попросил, адвокат попросил, так покажите, у вас ведь видеокамеры ведь есть? Это же аэропорт. Оказалось, что видеокамеры не работают в зале заседания, в зале ожидания. Вот не работают они там. Удивительным образом. Да, удивительным образом не работали все три камеры, которые показывают... А, одна камера, которая показывает, что происходит в линейном отделе полиции, ну, где находился Александр, да, чтобы доказать, что он там был, а не в зале ожидания. И в зале ожидания тоже не было, оказывается, никаких не работали камеры слежения. Ну, в общем, судья отвергла все доводы адвоката, и по неизвестным каким-то показаниям неизвестных свидетелей, да, дали 15 суток административного ареста. Он проходил до 20-го числа, то есть до вчерашнего дня. Александр сидел в КПЗ города Истра, Московской области, 15 суток. Когда его хотели встретить на улице после выхода из КПЗ, наши коллеги, московские мемориальцы и адвокаты, хотели его встретить. Оказалось, что его, то есть там сотрудники этого КПЗ предупреждали, что вот он собирает вещи, что все, подождите, вот он сейчас выйдет и так далее. А потом они вышли и сказали, а Чернышева-то здесь нет. А тут с выходом произошел форс-мажор, оказывается, его три часа назад уже отправили, то есть он вышел, да. И, видимо, его отправили, этапировали уже в Пермь. Сейчас он находится в Перми. Насколько я понял по косвенным данным, уже идут многочасовые допросы, правда, в присутствии пермского адвоката. Значит, адвоката допустили. Значит, ну, судя по всему, я хочу сказать, что во всей этой истории, явно и во всех этих обысках, которые происходили позавчера, 19 мая, проходили обыски в квартирах, ну, не менее десяти гражданских активистов, причем вообще не связанных никак, многие даже не были никак связаны с мемориалом. А многие никак не связаны с Центром исторической памяти. Ну, то есть, я напрямую говорю. Я уж не говорю, что там вообще нет людей, которые вообще знакомы были истории, с историей подготовки и отправки этого архива. Ну, вы поймите правильно, а почему я должен был кого-то там ставить в известность и так далее. Ну, это же обычное, ну, как бы, ну, отправили документы. Кому они нужны? Там же отправили внутри России, а уголовное дело связано с выводом из России, да? Конечно, конечно. Тут я опять теряю логику. И тут я опять теряю логику. В каком процессуальном статусе сейчас находится Александр Чернышев? Он кто? Свидетель, подозреваемый? Нет, сейчас, я думаю, что сейчас оба мы с ним являемся фигурантами уголовного дела. То есть, сейчас из статуса свидетеля он, конечно, перешел в статус подозреваемого, безусловно. Есть ли у вас понимание, что может грозить по этому уголовному делу? Там срок от 3 до 12 лет в зависимости от применяемых статей. И, то есть, статья очень серьезная. Самое поразительное заключается в том, я вот когда сейчас вот общаюсь со многими людьми и с юристами в том числе, меня спрашивают Роберт, а что там, собственно говоря, вот в этих документах? Вот я вам рассказал, да? Я говорю, а у меня описи ведь есть? Вот это же, когда мы собирали, да? Волонтеры, они же как-то описали, ну что в этих коробках? То есть, какого рода материалы, понимаете? Это же описано. То есть, я понимаю, меня-то просто нет в Перми. Я не мог сам проводить отбор. Я бы это сам бы сделал, понимаете? А тут, поскольку это просто волонтеры и другая совершенно организация, вот я поэтому и хотел, вместе с коллегами мы договорились. Это было коллегиальное решение, кстати, я его не принимал один, да, что мы бы отправили это, ну вот, на какую-то оценку, чтобы это сделали профессионалы-мемориальцы. Да. И самое-то поразительное, что мне тоже спрашивают, в том числе юристы, и я спрашиваю юристов. Я говорю, вот эти документы, они, как это ФСБ, представят, что это культурная ценность? Ну, у этого слова, термина культурная ценность есть все-таки какое-то определение, правильно ведь? Это же юридический термин. Если он даже попал, даже вот статья о покушении на контрабанду культурных ценностей. То есть понятно, что есть определение контрабанды, есть такое покушение, есть что такое культурная ценность. Да. Так вот, культурная ценность – это все-таки предметы, которые представляют собой действительно важного значения, и которым больше 50 лет, если я не ошибаюсь. А тут-то документы, ну вот, как это сказать, они для меня, для мемориальцев, конечно, ценность представляют. Нет, безусловно. Да? То есть для истории общественного мемориальского движения, конечно, да. Но вот вы представьте, что там будет написано в экспертизе ФСБ, что они, как представят вот эти приказы по организации, заявления на вступление в организацию, как они это представят в качестве культурной ценности. Мне это очень интересно. Но вообще это бред. Вот вы меня спрашиваете, вы теряете логику. Я давно ее потерял, если честно, Роли. Да, 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 да. Я понимаю, я понимаю. А знаете почему? Потому что нормальный человек следует рациональной логике. А то, что логика у силовиков, она совершенно иная. А вот это совершенно иная. Давайте я задам последний вопрос, который, возможно, поможет мне все-таки хоть что-то понять. Вы-то как считаете, это все зачем? Ну, цель какая? Им это зачем сейчас понадобилось? После того, как они полностью уничтожили мемориал, ликвидировали движение, организацию и прочее. Выдавились страны. Выдавились страны. И многих доставили молчать. И Александр Чернышев тоже был готов выдавиться. Зачем им это сейчас понадобилось все придумывать? Смотрите, я пока делаю три предположения. Но я думаю, что вы с ними, наверное, согласитесь. Потому что здесь-то как раз рациональная логика есть в моих рассуждениях. Извиняюсь, что я задерживаю вас, но все-таки. Первое заключается в том, что сейчас силовикам, разным силовикам, полиции, Росгвардии, ФСБ, нужно доказывать свою необходимость. Понимаете, идет война. И люди, простые люди, задаются вопросом, почему на фронте, ну вот обычные люди, даже поддерживающие войну, почему на фронте воюют зэки? А почему вот здесь вот у нас куча силовиков, которые вооружены, которые подготовлены, которые мотивированы, которые вроде бы должны защищать Родину, они клятву давали, присягу принимали. Почему они здесь делают? Нужно обосновать свою необходимость. И история правоохранительных органов с убедительностью доказывает, что лучший способ доказать свое, это сделать громкое уголовное дело. Желательно групповое. Это первый вывод. Следующее, это то, что, конечно, судя по тому, какие обыски у каких людей статусных, в том числе статусных людей, ни много, ни мало члены президентского совета по правам человека. У них обыски прошли. Журналисты, юристы, общественные деятели, разный круг людей, у которых были проведены обыски. Одновременно. Это говорит о том, что идет политика запугивания гражданских активистов. Тех, которые до сих пор еще остались в Перми. Тех, которые работают еще в Перми. Имеют независимое мнение. И излагают его иногда независимое мнение. То есть это политика подавления, политика запугивания. И, наконец, третье. Это то, о чем мы говорили с вами уже. Это политика, продолжается политика выдавливания таких людей. Выдавливания из страны. Чем меньше их будет, тем лучше. Вот так. Такие выводы.